В результате обстрела Донецка за последние сутки зафиксировано много разрушений. На улице Лебединского снаряд попал в частный жилой дом. Погиб мужчина. Несколько домов пострадали на улице Одинцова. В Кубишеском районе на улице Ермолая Жукова произошло попадание в магазин «Элвис». Также вследствие попадания снаряда произошел пожар на заправке «Лукойл» в районе Смолянки. Пожаром почти полностью уничтожены два дома на 15-м поселке. В субботу обстрелы украинской армии подвергся центрально-городской район Горловки. Дома по улице Академическая пострадали больше всего. Снаряд попал в столб напротив домов номер 52 и 54. Повреждены линии электропередач, газоотводы и сами дома. Осколками побиты стены, выбиты стекла. К счастью, погибших и пострадавших нет. Вчера, 6 декабря, в Виннице местные активисты взяли штурмом здание областного совета, протестуя против снятия главы совета Сергея Светко. Кандидатуру Светко в свое время выдвинул Майдан. Запланированная на субботу внеочередная сессия, на которой в закрытом режиме депутаты должны были рассматривать вопрос о прекращении полномочий председателя, была сорвана. Активисты бросали домовые шашки, жгли шины. Часть протестующих принесла к зданию облсовета мусорные баки. Движение транспорта по Соборной улице было перекрыто, так как толпа в считанные минуты выросла до 600 человек. Среди активистов у служителей порядка есть пострадавшие. Протест продолжается и сегодня. Кроме основного требования, теперь выдвигаются новые. В частности, активисты требуют распуска облсовета, заведения уголовного дела против губернатора, отставки областного прокурора и ряда милицейских начальников, отстранения руководства города, выборов мэра. Список требований увеличивается. По словам пресс-секретаря Винницкого областного отделения Всеукраинского объединения «Свобода» Виталия Казакова, активисты планируют провести еще одну акцию протеста в понедельник. На 16 часов запланирован пикет областного управления милиции. «Мы требуем, чтобы был наказан руководитель областной милиции, потому что он спровоцировал избиение людей», – заявил Казаков. Увенчается ли акция успехом? Пойдут ли власти на встречу протестующим? Мы будем следить за развитием событий.